Вышедший в лидеры чемпионата Италия Ювентус в Лиге чемпионов буксует. У себя в Турине Юва был полон решимости одержать первую победу. Но не зря Луис Фернандес говорил о национальном характере Баста. Атлетик бился, как в матче смерти. Своё обещание выставить трёх форвардов, правда, Фернандес не сдержал, но и вдвоём Месгуэро и Хосе Баечеверия вдоволь попортили кровь итальянскому вратарю. Хотя матч начался атаками Ювентуса. Ожидать чего-то другого было просто наивно. Александр Дель Пьеро, ну почему, спрашиваю. А потому что решил исполнить на технике. И Манело Чеверия выскочил очень храбро из ворот. Угол обстрела сократил и Дель Пьеро надо было перебрасывать. Он же заранее запрограммировал себя на удар низом, но удар техничный, тонкий, успеха не добился. А к концу тайма игроки Атлетика стали подольше держать мяч. И вспомнилось ещё одно высказывание Фернандеса. Две недели назад в Бильбао нам не повезло. Без везения здесь в Турине не выиграть. Надеемся, что удача нам улыбнётся. И всё чаще и чаще туринцы нарушали правила. В данном случае Эдгар Давец. Частенько валил соперников на газон Пауло Монтеро. И у Перуца появились настоящие поводы для беспокойства. Потому что штрафные удары и есть кому пробить в составе клуба из Басконии. Вот мы смотрим у мяча Илла Расабали. У него очень сильный удар. И Хулен Гереро. И опасная близость до ворот. Мяч попадает в стенку. А повторный удар становится лёгкой добычей Перуца. Вполне естественно, что команды вот к таким моментам, к штрафным, вблизи от ворот, в относительной, конечно, близости, относились очень бережно. Моментов будет немного. Очень много было борьбы. Достаточно много нарушений. И коль скоро удавалось командам вырваться на оперативный простор, вполне логично, что из ситуации они пытались выжать максимум. Но было заметно. Команды друг друга побаиваются. И если от Атлетика этого ожидать было можно, то такое поведение туринцев выглядело по меньшей мере удивительно. Трудно сказать, что больше давлело на подопечными Липпи. Ситуация или в турнирной таблице, или авторитет соперника. Но посмотрите, какой гол позволяют себе забить футболиста Ювентуса. Хачебо Эчеверия. Играющий даже издевательски расправляется с двумя защитниками и выкатывает мяч на ход Пулену Гереро. Токенарди и Давец ищут партнеров по обороне, а тех нет. Они не удел. Великолепный пас на Гереро. И тому ничего не остается, как просто по прямой прокатить мяч дальше под ногой выскакивающего Перуции. 1-0. Вот с таким счетом команда уходит на перерыв. Закрыться бы Баском. Глядишь, довели бы игру до победы. Но не в характере. Атлетика играть от обороны. Продолжает атаковать испанский вице-чемпион. И имеет возможность окончательно похоронить чемпиона Италии. Первую возможность Перуции ликвидировал. А затем судьи фиксируют положение вне игры у Холена Гереро. Как говорят, не забиваешь ты, забьют тебе. Хотя, справедливости ради надо сказать, что итальянцы-то ворота Имманола Эчеверия так и не поразили. Не удалось Ювентусу забить ни одного мяча в двух матчах против Атлетика из Бильбао. И было бы совсем плохо для туринцев, да на помощь им пришли сами испанцы. Сначала после подачи углового вратарь гостей Имманол Эчеверия выдергивается, как говорят иногда, неосмотрительно вперед. А затем Ласа, как новичок в компьютерном футболе, многие, наверное, знают, о чем я говорю, вместо того, чтобы вывести мяч подальше в поле, загоняет его в сетку собственных ворот. Ласа тут же практически был заменен, но потерянного не вернешь. 1-1. Ни одну из команд это не устраивает. Но Ювентус, ох и странная эта команда, не одержав ни одной победы, пока что сохраняет шансы и вполне реальные даже на первое место в подгруппе. У Атлетика шансы остались разве что гипотетические. Последний игровой момент в матче. И вполне резонно судья покажет Лакрузу вторую желтую карточку. Хотя, надо отметить, что полузащитник испанцев спас, наверное, команду от больших неприятностей. Выход двое против одного на последней минуте. Это, как говорится, удовольствие ниже среднего. Футболисты Ювентуса могут быть недовольны. Им сорвали опасную атаку. Но таких атак Ювентус, мы уже к этому привыкли, проводит десятка по полтора за матч. А на сей раз все обошлось одной-двумя.